Библейское учение. Очень важный момент. Я уже об этом долго не говорил, но говорил об этом много раньше, что залогом здоровой церкви является здравое теологическое основание. То есть, в этом теологическом основании должна быть полная христоцентричность. Что это такое? Когда Иисус глава церкви, основа церкви и основной объект поклонения церкви. Если у нас в церкви этого нет, хотя бы одного из этих пунктов, то мы уже не здоровая церковь, к сожалению. Пока что мы здоровая церковь. Слава Богу. У нас христоцентричность, и мы сохраним эту христоцентричность. Мы всегда будем ставить Иисуса Христа во главу, потому что без Него мы не можем ничего. Это Его слова. Без Него мы не можем ничего. А с Ним нам дана всякая власть. И поэтому мы будем основывать наше библейское учение на систематическом богословии. Это богословие, принятое во всех церквях, где изучается Писание целиком. Не выбирается из него какая-то глава, и на этом строится доктрина, а изучается Писание целиком. То есть, от бытия до откровения, как мы приходим от грехопадения к спасению и примирению к Богу. И для постижения этого у нас есть такая наука, называется она теология. Теология в переводе с греческого, правильное его переводное, это богопознание, а не изучение Бога. Бог не объект, чтобы его изучать. Это богопознание. Мы будем познавать через Писание, через личное откровение, через молитву. Кто такой Иисус, кто Он в нашей жизни. Будем познавать характер Бога, суть Его сущности, и исходя из этого Его волю в нашей жизни. В этом и будет заключаться систематическое богословие у нас. И об этом будем уделять очень много внимания.